Всем привет дорогие друзья! И сегодня я с вами хочу поговорить о том, как читать чужие сообщения в WhatsApp. Как читать чужой WhatsApp? Конечно же такой вопрос у людей возникает. Ну и давайте разберемся, как же это вообще можно сделать. Да, способы есть. И я расскажу. То есть о белых легальных способах. Первый способ. Number one. Номер один. Это просто попросить человека сказать, слушай брату, ну дай пожалуйста мне твой телефончик. Я хочу почитать вот эту переписочку. Все, он вам дал, вы почитали, все огонь. Все нормально, все хорошо. Здесь вы просто ни на что не переживаете. То есть опять же, чтобы вам дали доступ. Дальше второй момент. Если вы находитесь в разных городах, хотите почитать переписку, Вы попросите человеку установить программу удаленного доступа. Раньше очень хорошо работала такая программа, как TeamViewer. Сейчас, если рассматривать, то конечно же рассматривать программы аналоги. Что я тут могу сказать? Программы аналоги есть. Какая из них лучшая? Ну вот здесь я вам не подскажу. То есть смысл в чем? Вы устанавливаете себе, он устанавливает себе. Дальше выполняете инструкцию, как сказано в этой программе. И у вас полный доступ к нему. Также вы можете попросить, чтобы она заскриншотила вам чужую переписку. То есть если вот в какой-то группе находится ваш товарищ, то есть вот у вас заскриншотил. То есть переслать переписку вам могут. То есть такие вот методы. Да и в конце концов вы можете просто взять, подглянуть через... Вот читает человек в телефоне, да. Вот так беспалево взяли, посмотрели одним глазком. У вас уже есть понимание, о чем переписка, какая она. То есть это еще один дополнительный способ. Так что, ребята, спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До новых встреч.